Как проходит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья? Соблюдаются ли сроки и показатели, предусмотренные республиканской программой? Глава Чуваши обсудил с руководителями муниципалитетов на видеоконференции. Общая стоимость программных мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2014-2017 годы без малого 5 миллиардов рублей. Больше половины, почти 3 миллиарда, должны поступить из федерального фонда. Около 2 миллиардов предусмотрены в республиканском бюджете. Остальное – средства муниципалитетов и внебюджетные источники. В настоящее время реализуется первый этап программы. Срок реализации у нас в декабре нынешнего года. Участниками первого этапа предусмотрено переселение 3824 человек, или это порядка 1424 семьи, которые проживают 267 аварийных квартирных домах общей площадью. Более 47 тысяч квадратных метров. Объем финансирования по первому этапу составил 1 миллиард 376,5 миллиона рублей. В результате реализации первого этапа программы в Красночитайском и Янтиковском районах полностью будет решен вопрос с переселением граждан из жилищного фонда, призванного аварийным до 1 января 2012 года. Что касается второго этапа, часть средств из фонда содействия реформированию ЖКХ уже поступили. Михаил Игнатьев отметил, что проблем с финансированием этой программы не возникает и призвал глав городов и районов контролировать своевременное освоение средств. Также необходимо при проведении аукционов строго следить за тем, чтобы в число подрядчиков не попали недобросовестные застройщики. Елена Гальперина, Антон Вовк, Республика.